Это Россия 24. Сейчас об энергетике. В течение первого полугодия 2019-го цены на нефть будут более сбалансированными, а бензин подорожает в пределах инфляции. Об этом мы не только. В интервью моей коллеги Александре Суворова и рассказал министр энергетики Александр Новок. Александр Валентинович, добрый день. Добрый день. Ну, а учитывая, что мы с вами беседуем в конце декабря, давайте, наверное, начнем с итогов года. Вот каким был 2018-й для ТЭК? Какие уровни были добычи? Сколько мы экспортировали газа, нефти? Подведите итоги, пожалуйста. 2018-й год был успешен для отраслей топливно-энергетического комплекса предприятия и коллективы. Я напомню, что в отраслях ТЭК работает 2,5 миллиона человек. Отработали успешно и достигли лучших показателей за всю историю по производственным показателям. Я назову несколько цифр. Если говорить о газовой отрасли, были рекордные объемы газа, добытые, 733 миллиарда кубических метров газа. При этом на 20 миллиардов был увеличен экспорт газа. Это почти 10% к уровню 2017 года. Это очень хорошие показатели. И здесь основные факторы, которые повлияли, конечно, это и рост потребления газа в мире и в Европе. И, конечно же, это запуск нового завода Ямал-СПГ по производству сжиженного природного газа. И у нас теперь два крупных завода. Это Сахалин-2 и Ямал-СПГ. Причем Ямал-СПГ – это мощность 16,5 миллионов тонн, в полтора раза выше, чем Сахалин-2. Россия обладает теперь мощностью почти 27 миллионов тонн. И это те объемы, которые действительно пойдут и в следующем году на рынок. А в этом году прирост производства СПГ составил 70%. Впервые, наверное, в истории такой крупный завод на севере страны построен. И в этом году было открыто две очереди. В прошлом году, знаете, президент открывал первую очередь. Если говорить о нефтяной отрасли, здесь также хорошие показатели достигнуты. Общий объем табычи будет в этом году выше, чем в 2017 году, примерно на 10 миллионов тонн. И мы достигнем показателя 556 миллионов тонн. Продолжается модернизация нефтеперерабатывающих заводов. И 7 установок новых введены. Это тоже влияет на качество поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. Если несколько слов об угольной отрасли сказать, здесь тоже рекордные показатели. 433 миллиона тонн будет добыто в этом году. При том, что этот прирост составляет почти 6% к прошлому году. Тоже значительный рост по отношению к прошлому году. И, конечно, здесь интересна цифра, что эти показатели планировалось достичь в 2020 году. То есть на два года раньше угольная отрасль увеличила свои производственные показатели. Много было сделано в законодательной базе для развития наших отраслей, для развития инфраструктуры, для создания условий по реализации новых проектов во всех отраслях ТЭК. И, конечно, в первую очередь я бы отметил здесь законодательство нефтяной отрасли введения налога на добавленный доход, который с 1 ноября 2019 года вступит в силу. Мы очень долго этот закон ждали. Если сказать про электроэнергетику, здесь тоже очень хорошие показатели в электроэнергетической отрасли. Объемы выработки электроэнергии выросли в 2018 году на 1,6%. Мы наблюдаем впервые такой рост за последние годы. Это означает, что появляются новые предприятия, появляются новые потребители. И это действительно хорошее показательство, когда темпы потребления электроэнергии растут. Мы в этом году будут введены в эксплуатацию 4,5 гигаватта мощностей. Продолжается программа модернизации, повышения надежности работы и генерирующего оборудования, и сетевого комплекса. Россия заняла 12 место в рейтинге Всемирного банка по подключению к инфраструктуре. Это очень хороший показатель. Это означает, что улучшается качество предоставления услуг, качество подключения к сетям электроэнергии. В целом, я считаю, год был достаточно успешный, и задачи были реализованы. Хотя, конечно же, и на 2019 год мы ставим перед собой достаточно серьезные задачи по дальнейшему развитию ТЭК. Я думаю, амбициозная задача. Если говорить про электроэнергетику и в том числе законодательные инициативы, которые в последнее время были приняты, совсем недавно парламент одобрил, уже обе палаты парламента одобрили законопроект об интеллектуальных системах учета, так называемые умные счетчики. Есть расчеты, какой эффект экономический в 2019 году может привести вот это нововведение? Действительно, важный закон, который в этом году был принят, он направлен в первую очередь на внедрение новых современных технологий в электроэнергетике, технологии управления сетями, предоставления услуг на базе цифровизации, искусственного интеллекта, нового оборудования. Это, конечно, не будет сделано за год, там целая программа будет в течение 10 лет. И основная задача, которая стоит, это повысить эффективность работы электростевого комплекса, снизить издержки операционного характера, а также снизить потери. Мы считали, что если потери будут снижены хотя бы на 20% от сегодняшнего уровня, сегодня они составляют около 10% от выработки электроэнергии, то это даст экономию от 70 до 80 миллиардов рублей в год. Это значительные цифры, это то, что пойдет в качестве экономии на обновление как раз именно инфраструктуры, на повышение надежности энергообеспечения потребителей, населения, каждого человека нашей страны. Как проходит осенне-зимний период? Есть ли, может быть, какие-то регионы, которые на особом контроле у Минэнерго? Действительно важный вопрос. Для нас сейчас ключевой вопрос. Вот зимний период – это прохождение зимы и обеспечение потребителей теплом, электроэнергией. В зоне нашего внимания находится порядка 430 предприятий, которые вырабатывают электроэнергию и передают ее по сетям для потребителей. Все получили паспорта готовности в течение подготовки к зиме. Безусловно, мы мониторим ситуацию по всем регионам. Для нас каждый регион важен и каждый населенный пункт. Есть регионы с особыми рисками, которые мы мониторим дополнительно и принимаются приказы Министерства энергетики по дополнительным мероприятиям. Это Республика Саха-Якутия, это Дальний Восток, это у нас Крым, Калининград. Все эти регионы находятся в зоне особо нашего внимания. Мы следим за топливообеспечением, мы в режиме онлайн, работает ситуационно-аналитический центр, наши сетевые компании, генерирующие компании. Поэтому это, конечно же, период особой важности для нас. Другая важная тема для населения – это, конечно, вопрос цены на бензин. Уже правительство приняло ряд мер. Как вы оцениваете их эффект и что будет после марта 2019 года? – Действительно, сейчас также один из важнейших вопросов, который находится в зоне внимания Министерства, это ситуация с нефтепродуктами. Как вы знаете, в течение второго полугодия этого года она была выровнена действиями правительства Российской Федерации, теми решениями, которые были приняты вместе с законодателями по внесению изменений в законодательство. С 1 января вступает в силу закон, который позволяет нивелировать риски, связанные с волатильностью цен на мировых рынках. Это так называемый демпфирующий акциз. Поэтому мы сейчас уже разработали всю необходимую нормативную базу. Закон вступит в силу, и он позволит держать стабильными ценами. Возможно, что они будут меняться на уровень не выше инфляции в следующем году. Давайте поговорим о проценте, правда, уже нефтяной. Мы видим, как котировки в последнее время довольно-таки сильно снизились. Уже мы видели уровень 55 долларов за баррель. Как вы считаете, насколько сейчас оптимальна вот эта цена, и какие вы прогнозы делаете на 2019 год? Будем ли мы видеть более высокие котировки за баррель нефти? В конце года этого мы наблюдаем действительно очень волатильный рынок нефтяной, и цены значительно колеблются. Мы поэтому видели, что цена с 85 долларов в октябре месяце сегодня упала до 55 и даже снижалась до 52. На мой взгляд, конечно, это влияние и фундаментальных факторов снижения спроса в зимний период. Ну и, конечно же, это макроэкономика, поскольку в этот период, сейчас в конце года, мы в настоящее время наблюдаем снижение экономической активности во всем мире и снижение котировок на фондовых биржах. Нефть также у нас котируется, поэтому эта волатильность, она касается и нефтяного рынка. Ну, мне кажется, что в течение первого полугодия, в результате тех совместных действий, которые были закреплены соглашением в декабре этого года в Вене между странами ОПЕК и не ОПЕК, ситуация будет более стабильная, более сбалансированная. Летом будет рост спроса традиционный, и поэтому рынок, на мой взгляд, он будет сбалансирован. Для этого, как я уже сказал, принято решение о сокращении добычи странами ОПЕК и не ОПЕК на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Я думаю, что и совместные действия, и более стабильная макроситуация дадут рынку больше стабильности в первом полугодии следующего года. Но есть понимание, какие цифры мы увидим или пока нет? Самое главное, баланс спроса и предложения. Сложно прогнозировать рынок, поскольку на цены влияют не только фундаментальные факторы баланса спроса и предложения, но и спекулятивные факторы, игроки на рынке играют. Сейчас, например, конец года, и игроки закрывают свои позиции в конце года. Это тоже влияет на снижение цен. С другой стороны, если бы не было тех договоренностей между странами ОПЕК и не ОПЕК, я думаю, что ситуация могла бы быть еще более, так сказать, волатильная, и цены могли бы быть еще ниже. Но посмотрим, первый квартал покажет, какая ситуация будет на рынке и какова реальность ситуации. Ну, говоря о решении ОПЕК и не ОПЕК, вы уже заявили, что Россия будет снижать добычу на 228 тысяч баррелей в сутки. Есть понимание, к какому месяцу вы придете именно к этой отметке? Потому что вы до этого в одном из интервью нам рассказывали, что это будет постепенное снижение. За базу, относительно месяца, относительно которого будут происходить снижения добычи, взят октябрь 2018 года. И с 1 января 2019 года российские компании постепенно, плавно, в течение квартала выйдут на те показатели, которые взял на себя в качестве обязательств Россия. Это снижение будет равномерно, пропорционально среди всех компаний, с учетом объемов добычи относительно каждой компании в стране. Это будет плавно, поскольку у нас есть технологические и климатические особенности. У нас нет возможности с 1 января, так сказать, закрутить вентили и снизить добычу. Здесь очень сложный процесс, на самом деле, это инвестиции, бурение, это работа, которая достаточно сложная. Поэтому, как я уже сказал, в планном процессе, в течение квартала эти показатели будут достигнуты. Кроме того, мы сейчас видим заявление, что мы знаем, что в апреле уже будет встреча следующая в Вене, ОПЕК и не ОПЕК. Но есть также заявление, что возможно встреча иммунитургового комитета в конце февраля, начале марта. От чего зависит, будет эта встреча или нет? Мы договорились на последней встрече, что мы будем внимательно смотреть за рынком. И если понадобится, мы всегда сможем собраться и скорректировать свои действия. Поэтому сейчас таких предложений нет. Нам нужно посмотреть, как январь месяц будет развиваться ситуация на рынке в январе. Действительно, плановая встреча будет в апреле месяце между странами ОПЕК и не ОПЕК. Но, опять же, повторюсь, соглашение предусматривает возможность встречи в любой момент для оперативного реагирования в случае необходимости. Давайте перейдем теперь к теме газа. Северный поток-2 обсуждается то, что в последнее время вообще очень активно. Мы видим заявления со стороны Еврокомиссии, со стороны Конгресса США о том, что не стоит реализовывать этот проект. Но при этом, при всем, сейчас уже идет прокладка глубоководной части газопровода. Вот эти заявления, которые делаются, они как-то могут повлиять на реализацию проекта или нет? Заявления делаются, как вы знаете, уже давно, а проект продолжает реализовываться. И уже уложено более 300 километров подводная часть газопровода Северный поток-2. Конечно, такие заявления, на мой взгляд, они противоречат, в принципе, логике торговых отношений. Мы помним, как Соединенные Штаты Америки 50 лет назад сопротивлялись строительству газопровода и газотранспортной системы, которая сейчас активно эксплуатируется уже много-много лет. И что бы было, если бы этих газопроводов не было, за счет чего бы Европа имела энергетические ресурсы. На сегодня же история повторяется, по сути дела. Хотя все признают, и европейские страны, и потребители, что потребление газа в Европе будет расти, особенно импорта газа в связи с сокращением собственной добычи. И развитие инфраструктуры просто жизненно необходимо. Поэтому это понимают и коммерческие компании, и проект продолжает реализовываться. Я надеюсь, что он и продолжится, и будет реализован в соответствии со сроками газопровода. Будет к концу 2019 года построен. Если говорить про транзит газа российского через Украину в страны Евросоюза, то совсем недавно было заявление со стороны Киева, что понижены тарифы будут в два раза, для того, чтобы осуществлялся транзит через территорию страны. Насколько это актуально для России? Будем через Украину поставлять газ? Ну, знаете, что и руководство страны, президент, всегда говорил о том, что мы никогда не отказывались от использования газотранспортной системы Украины. При этом важны два условия. Первое – разрешение спора между «Газпромом» и «Нафтогазом», который в Стокгольском армитражном суде. Одно решение уже было принято, сейчас продолжается спор. Второе условие – безусловно, тарифы, которые газотранспортная украинская система должна предоставить, «Нафтогаз», «Газпрому», должны быть конкурентоспособны. И для этого, конечно, важно модернизировать газотранспортную систему, потому что новые газопроводы, которые сегодня построены в более позднее время, или сегодня строятся, они, конечно, более эффективны, более технологичны, используют современные инновационные технологии. Да и мы уже говорили неоднократно о том, что у нас ресурсная база сместилась в большей степени на север Ямала. Недавно был запущен, как вы знаете, очередные производства Баваненковского месторождения. И только одно месторождение вышло на уровень добычи, поставки газа в 115 миллиардов кубических метров газа. Причем расстояние доставки газа от Баваненкова, что находится на севере Ямала, до западных потребителей более чем на тысячу километров короче. И это, конечно, тоже потребители должны учитывать, потому что дешевле платить за более короткое расстояние перекачки газа. Поэтому я думаю, что наличие само по себе различной инфраструктуры и конкуренции, это очень хорошо и для потребителей, и для производителей. Есть резервные мощности, есть возможности увеличивать объемы поставок. Как мы знаем, сегодня Европа также увеличила объемы, в последние несколько лет увеличивает объемы покупки российского газа. Несмотря на все заявления, которые мы слышим, о том, что необходимо диверсифицировать поставки газа в Европу, тем не менее потребность в российском газе растет ежегодно. И вся эта инфраструктура, которая строится, она просто жизненно, еще раз хочу сказать, необходима для того, чтобы обеспечивать энергобезопасность европейских потребителей. Говоря об отношениях между Россией, Украиной и Евросоюзом, Вы говорили о том, что возможна встреча в трехстороннем формате. Есть понимание, когда она состоится? Действительно, мы в диалоге с Еврокомиссаром, заместителем председателя Еврокомиссии, господином Шевчевичем. Предварительно должна была встреча состояться в декабре этого года, но по инициативе Еврокомиссии и украинской стороны было предложено перенести ее на январь месяц. Сейчас ориентировочная дата – это вторая половина января месяца. До этого будут проведены технические комитеты, встречи, на которых будут обсуждаться технические вопросы среди экспертов. А наша встреча трехсторонняя на сегодняшний день пока планируется во второй половине января месяца. Ну и говоря о бесперебойных поставках, а также реализации турецкого потока. Насколько все идет в соответствии с тем графиком, о котором идет речь? Турецкий поток, как вы знаете, строится в соответствии с дорожной картой, утвержденной в рамках межправосоглашения между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. Буквально в ноябре месяце было закончено строительство подводной части газопровода. Президент Путин принимал участие в официальном мероприятии, посвященном окончанию строительства подводной части. Сейчас идут наземные работы, и все будет в соответствии с графиком, в соответствии с дорожной картой, утвержденной. Конец 2019 года, сроки окончания строительства. Спасибо вам большое, Александр Денис, за интервью и что нашли время к нам приехать. Спасибо.